Собственно, зачем мы здесь все сегодня собрались, вам уже сказали. Я же от лица тех ребят, которые в свое время когда-то, лет 10 назад, начинали ходить в этот клуб. От лица этих ребят хочу сказать всем большой привет. Сказать, что то время, которое мы провели в клубе, оно для нас прошло очень даже не зря. Было очень много всего замечательного. И за все это время мы не только увидели, за то время, которое мы ходили в походы, но не только увидели много разнообразнейших мер нашей матушки природы, но и, так сказать, росли в личном плане. Хорошие друзья, дружно общаемся до сих пор. Это было очень давно. Это же можно сказать. Ну, не очень давно. Это было очень-очень давно. Мы можем много увидеть. В 97-м году, видимо, произошел первый, там, один из самых серьезных походов, который, наверное, нас заразил и который открыл те ворота, которые позволили нам уже в дальнейшем под руководством Билла Владимировна ходить в походы и получать там тот опыт, а в этом клубе под этим словом подразумевается не просто что-то, что произошло в нашей жизни, какие-то случайности, гораздо больше и гораздо более объемной информации, которую, наверное, я попытаюсь в дальнейшем показать. Прошло 11 лет. А что изменилось? Можно долго рассуждать о том, как руководить группами, о том, кто и каким образом должен это делать. Это все неважно. Я долго анализировал, наверное, буду анализировать и дальше, и в дальнейшем, и к окончательному выводу я поведу. Мы все придем, когда уже сядем в кресло качалок писать мемуары, потому что в этом клубе меня, по крайней мере, в первую очередь научили переоценивать полученный однажды опыт вновь и вновь. Которую нам дали, мы умудрились пронести ее в себе и передать ее другим людям, которые сейчас уже на данный момент самостоятельно читают лекции, уже вновь пришедшие. Правильно ли их называть ученики? Я думаю, речь не идет о детях. Это студенческий клуб, который, собственно, и создавался нашим выпуском. Правильно их будет, наверное, называть людьми, которых нам удалось заразить туризмом. И поменялись просто люди. А маршрут, подход и то, что было наработано, и способы передачи, они остались теми. Ко всему можно относиться по-разному. Важно то, чему вы научились. И более того, в связи со сказанным, научитесь после. Я сказала, что Андрюшка из всей этой группы, и простит меня Паша, а здесь сидящий, и Коля, и Клинкова, и Марина, и ты любилчик. Говорила? Я говорила, что Андрюшка из всей этой группы обладает нестально, к сожалению, Николай. Для всех, но для него мужским качеством ответственность не было. Потому что сколько бы мы не ходили в походы, когда наступала критическая ситуация, например, полярный Урал, от Пайорок, когда пришло, когда бронзгойтами, наши палатки с центами стало срывать. И мы сидели внутри, и все помнят, что было с нашими скатными палатками, и спасали спальники. А ливень, не ливень, я не знаю, это что-то было, это было это, как потом это назвали. Параллельно земле струя воды была. Единственный, кто оказался на улице по собственной институте. Не по собственной институте. Молчи, молчи. Это пришло. Ну, все, не надо было. Короче, он оказался на улице. И в тот момент, когда мы там панически думали, как бы спасти очередной спальник, вообще, что это такое, прижавшись спинами к этому, к этому, которое лило, все были мокрые, Андрюшка ходил вокруг палатки, вкалывал, вкалывал, стыкал текор. Заваливал камнями просто, да? Заваливал текор камнями. И всячески придумал всякие инженерные как бы решения, и это было не единожды. Если надо было развести костер, и у кого-то получалось, и у тебя была какой-то был проще. У меня нет, у меня нет, у меня нет, у меня нет, у меня нет. Вот, и вот это я все дословно повторяю, то, что я говорила 7,5 лет назад, в мае 2002 года. Да, я продаюсь, я пущу это видео, я просмотрела его. Вот, и мы с Андрюшкой на тот выпускной немножко танцевали. Я его спросила, Андрюш, ты умеешь? Андрюш, что случилось? Он бреднеет, смотрите сверху. То есть за 7,5 лет он не научился. Значит, я тебе скажу честно, Андрюш, я за 7,5 лет даже не подала. Походы в том числе, походы, как бы, поход в этом году на Урал. Олег, мне с тобой как с руководителю, с тобой как с участником просто был классный, ты молодец. С тобой легко, ты не усложняешь эту жизнь. Он не усложняет эту жизнь, Паша. Он просто эталонный живет. Вот, он смотрит на вещи, не узко. Он может найти компромисс, правильно? Правильно, я говорю, Паша, потому что он по Уралу его видел. Даже сложная ситуация. Я уже не говорю там о трудолюбии, всем это присуще, всем нашим ребятам. И терпению, и выдержке, и прочее. И как? Соболева. Спасибо, Айкалова. Вслед за обратно в клуб пришла. И хорошо. Упусть дальше ходит. Очень мне понравилось, как в этом году Настя Азартна в соревнованиях по ориентированию участвовала. Это здорово просто. Бегала здорово. Ей там немножко старше помогли, но мы не будем раскрывать всех. Правильно? Вот. Молодец. Спасибо. 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 Пришел, были инструктора, все время они были, мальчишки старшие по возрасту, за плечами у них стояли инструктора, и вроде как они себя вели так, как бы, вот, ну, по детски. А этот? А чего, собственно, напрягать, когда старшие все сделали? Но в хибинах оказалось, что надо справляться самим, и вроде и крайних не оказалось, потому что вес надо нести. И в дождь разводить костер. Теперь научились? Теперь научились в дождь костер разводить. Я думаю, что с Илюшиным оптимизмом, позитивным таким, в группе ему будет хорошо, и ребятам с ним хорошо. Подари мне рассвет у зеленой палатки, Подари самолет высоко в облаках, Ах, как хочется знать, Что с тобой все в порядке, Раскаленное солнце в сосновых руках, Ах, как хочется знать, Что с тобой все в порядке, Раскаленное солнце в сосновых руках, Кто-то выключит свет, Лампу солнца потушит, И зажгутся костры, Голоса зазвенят, Ах, как хочется петь, Ах, как хочется слушать, Ах, как хочется жить И любить всех подряд, Ах, как хочется петь, Ах, как хочется слушать, Ах, как хочется жить И любить всех подряд Скоро будет гроза По известным приметам Налетит, нагремит И пройдет в полчаса Ах, как пахнет дождем Это звонкое лето Кто-то в рупор ладоней Кричит в небеса Ах, как пахнет дождем Это звонкое лето Кто-то в рупор ладоней Кричит в небеса Подари мне рассвет